Еще одно мнение одного из самых жестких в данный момент журналистов, проживающих за пределами России. Это Аркадий Бабченко. Вот что он пишет по поводу матери Агеева. Знаете, в чем самая большая проблема российской оппозиции? Она почти поголовно не служила и не сидела. Потому что после того, как год-другой проведешь в одном помещении с этими людьми, с теми, кого так пафосно оппозиция называет российским народом, который, по ее мнению, умнее, мудрее и лучше своего правительства, и только и мечтает скинуть тирана и обрести свободу, после этого интервью с мамами Агеевых вызывает только тошноту. Потому что до такой степени за два года казармы наешься этого инфантилизма, этой дислогики, этой абсолютно незамутненной детской глупости от людей, которые не взрослеют ни в сорок, ни в шестьдесят, что перечитывать это еще раз не можешь уже совершенно. Преподаватель английского. Весь интернет перед тобой. Все мировые СМИ. Читай, что хочешь. Неа. Она любит Соловьева, Киселева. Путин, помоги. Я верила, что нас там нет. Сын мой куда-то поехал, я немножко посомневалась, но потом перестала. А теперь он в плену. Не знаю, как так получилось. Помоги, Путин. Единую Россию у нас никто не любит, но она все время побеждает. Как побеждает? А кто его знает? Я просто учитель, я просто в школе, на избирательном участке работаю, делаю, что мне говорят. Я готова даже поехать в Киев. Готова даже. Бог ты мой. Да ты почему еще не там? Это же твой сын. Неа. Нужен кто-то, кто за ручку отведет. Вот она сидит, мнется с этой ручечкой в руках и не знает, что же ей делать. Паша Конегин сделал интервью не с ней. Он сделал интервью сразу со всей Россией. Вот эти клуши, воспитывающие пушечное мясо и даже нифига не понимающие, как их дети погибают и попадают в плен, это и есть Россия. И никаких иллюзий. 14% столкнулись с 86 и удивились. Страшно далеки те от народа, кто думает, что в России не все такие, как эта Агеева. Аркадий Бабченко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова